В сети появились фотографии российского ударного БПЛА «Форпост», который рухнул накануне в Белгородской области. Есть такие сообщения от военных экспертов, и есть информация, что он был вооружен бомбами КАП-20С. Вот эти кадры. Что можете сказать о падении этого БПЛА и об использовании армии оккупантов в целом этих дронов в войне против Украины? Ну, тут сработала отлично российская противовоздушная оборона, которая сбила свой БПЛА. Мы определенно оценим такой подарок. Но этот БПЛА не раз был и целью для нашей ПВО. Ни один уже такой именно «Форпост» был сбит на протяжении этой войны. Также были сбиты ударные БПЛА «Ореон», тоже ударного типа. Также, не имея в виду «Камикадзе», и также было сбито несколько иранских ударных БПЛА «Махаджир». Вы имеете в виду, что российское ПВО сбивает свои же БПЛА сейчас? Ну, этот «Форпост», скорее всего, сбит российское ПВО. «Френдлифайр», так называемый. Это хорошо, да. Но я говорю, что мы не раз сбивали этот. Это БПЛА ударного типа, такие же, как наш «Байрактар», турецкого производителя. Это большой даже комплекс ударный, который может выполнять много задач от разведывательных и до ударных. Поэтому машина ценная, таких у них несколько есть, именно российских. Но в основном целью нашей ПВО все-таки продолжается, продолжает быть в массовом применении. Это «Орлан-10», который беспилотный летальный аппарат оперативно-тактического назначения, который может залетать вглубь нашей страны. Особенно это происходит во время обострений, так и во время ракетных ударов, которые наносят по критической инфраструктуре. «Орланы» используются довольно-таки часто. Но и часто, вы видите, в сводках наших и в сводках Генерального штаба, что они часто стоят… Целью наших правов. Статистикой, скажем так, сбитой БПЛ. Редактор субтитров А.Семкин